Мощность завода нам не позволяет даже обеспечить рыбопосадочным материалом те хозяйства, которые есть. Мы можем, к примеру, утрированно, я не готов сейчас сказать, там 5-10% от всего объема форели, ну 5% можете представить, обеспечить наш завод. А стране надо 95%. Я имею в виду рыбопосадочным, это малька. Я столько не смогу, мне мощности не хватает. Икрой, да, я могу, но икру не все покупают. И во многих хозяйствах нет инкубационного цеха. Это все-таки трудоемкие процессы, им выгоднее купить навеской 100 грамм, от 50 до 100 грамм, и отсюда уже прокормить и продать рыбу. Это выгоднее. У нас сейчас 10-20 тонн есть на продажу этого рыбопосадочного материала. Ну а там как? Как уже Бог даст. Это рынок. Мы же вошли в рынок ВТО. Мы обязаны соблюдать кто-то, кто-то. Сейчас выживает сильнейший. С поддержкой, конечно, государства мы сможем и развиваться, и кормить юг России. Потому что раньше мы работали сети, поставляли и магнит, и мэтро, большие объемы нашей товарной рыбой. Рыба, я хочу сказать, у нас качество очень хорошее. На проточной воде она растет, а для форели это самое главное. Сейчас они выходят, чтобы мы с ними работали, но требования у них, дайте нам рыбу не наша, как у нас есть товарная, это 300-400 грамм. Ну от 250 до 400, это товарная рыба. Они просят дать 3-4 килограмма, крупная рыба. Магнит и мэтро. Ну конечно, все эти крупные. Все просят крупную рыбу. Крупную рыбу, потому что Европу закрыли. Ну сейчас, я думаю, по крупной рыбе из латинской лерики будут поставки. В течение двух недель это все восполнится. А товарной рыбой мы как работали, мы готовы обеспечить и обеспечен юг. Продолжение следует...